Всем привет! Сегодня я хотел поговорить на тему, стоит ли менять свой Vivo X100 Ultra на Vivo X200 Pro или, допустим, с Vivo X100 Pro переходить на Vivo X200 Pro. Ну, тут вопрос такой неоднозначный, потому что все-таки пока что флагман это Vivo X100 Ultra. И если переходить с Vivo X100 Pro на Vivo X200 Pro, то как бы смысл какой-то есть. Небольшой, но, опять же, именно в серии Pro будет downgrade именно по основному модулю. Они решили таким образом немножко сэкономить, для того, чтобы новинка была не такой дорогой. Вот. И там рассказывают о том, что в Vivo X100 Pro стоит такой же телевик, как у Vivo X100 Ultra. И, мол, там чуть-чуть как-то даже лучше будет он фоткать, но по факту та же акварель по тем же фотам и осталась, как на X100 Pro. То есть акварель получается у нас из-за Mediatek'а. Значит, смотрите, с кропом или без кропа, здесь видно слева на X100 Pro, что фонарь самый крайний, он замылен просто какие-то полосы. И плюс тросика не видно на здании. Далее в этой сцене видно, что Mediatek просто дорисовывает детали, как на X100 Pro, так и на X200 Pro. Но их не существует. Это просто какая-то акварель. На X100 Ultra самое адекватное будет, но помним, что 85 мм, либо 100 мм это оптика, а все остальное это будет цифра. Как бы там ты супералгоритмами, даже до 100х, если ты будешь увеличить, это супералгоритмы. Это ничего общего с оптикой не имеет просто. И также видно на 200 мегапикселях именно Ultra, себя я раскрыла. На 100 Pro и 100 Ultra, 100 Pro и 200 Pro видно, насколько вот все заакварелилось невооруженным глазом. Что-то уже не асфальт, а какие-то кусочки из дорисовки. А на 100 Ultra все на месте. Ну и на 57 мегапикселях виден Sharp, поэтому 200 мегапикселей, конечно, здесь будут предпочтительнее, нежели 50. Многие этому моменту поражаются и говорят, что вот на 200 Pro четче намного фотка получается. Но, товарищи, смотрите. Да, она как бы с виду четче, но по факту получается, что у нас больше дорисовки, больше акварели. Это была такая же история и с 100 Pro. То есть казалось, что четко, но в отличие от всяких Huawei, здесь акварель идет во благо. То есть и акварели плюс детали. Но я предпочитаю, например, лучше, натуральнее. Это как у Ultra. И плюс, ну, сравнивание фоток даже в одном режиме не даст 100% какого-то адекватного результата. Потому что настройки у камеры на медиатеке и на Snapdragon будут различаться. Это нужно тоже понимать. Ну и здесь мы видим тоже ту же самую картину, что замылено в одном и том же месте. Просто кажется, что четче на 200 Pro. На самом деле это просто Sharp. Они сэкономили там, получается, на X200 Pro на основном модуле. Типа сделали светосильным, но не дюйм, не флагманский. А в этом году, поставив флагманский телевик, они сэкономили немножко, во-первых, на оптике сэкономили, на плавающих линзах. Фокусируются с 14 сантиметров где-то, ультра с 11. То есть, значит, Vivo X200 Pro 2.7 к 1 где-то макро, а на ультре где-то 3.4 к 1. Ну, как они пишут. На самом деле, там, я не знаю, как это померить, но да, они реально ультра ближе фокусируются. А Pro-шка 200 Pro и то же самое 100 Pro фокусируются чуть-чуть, нужно отдалиться. Пусть понимаем, что это все равно не эталон по близкости, да, допустим, раньше у меня был смартфон, который с 8 сантиметров фокусировался. И там где-то крупность была, если по меркам Vivo считать, то где-то 4 к 1, 4 с половиной к 1. Вот. Но все же ультра сейчас на самом деле самый такой нормальный телевик получается, что... И в X100 Pro они в том году обрезали сенсор. То есть, как обрезали? Он был не 16 мегапикселей, а 12. Тем самым, поставив оптику, допустим, на 75 миллиметров они поставили, обрезав сенсор, получается 100 миллиметров. Хитрый трюк, как бы, какой-то. Вот. В этом году обрезали основной модуль. Плюс немножко телевик все равно обрезан будет. Даже если там супер-купер алгоритмами покорректирован, искусственным интеллектом и так далее, но не забываем про динамики. Что динамики у Прошки хуже, чем у ультры. У сотой Прошки, у двухсотой Прошки. У ультры все-таки флагманские, динамики стоят. Единственное, что батарейка в прошлом году на Прошке была 120, ну, зарядка была 120 ватт. А в этом году 90 где-то, на ультры, как вообще, наверное, на 80. Вот. Единственный нюанс, если переходить и покупать именно Прошку, действия Прошку, для кого она сделана. Она для глобального рынка, поэтому там не будет китайозности какой-то. Поэтому спокойно этот аппарат можно рекомендовать тем, кто за глобалку. Плюс ко всему, не забываем, что все-таки будет акварельность в фотографии. Если это кому-то не мешает жить, то ок. Значит, несмотря на то, что 4.3х на X100 Pro, все-таки примерно одинаково с ультры они фоткают. И тут не стоит забывать, что ультра фоткает с 11 сантиметров, 14-14,5 сантиметров X200 Pro и X100 Pro где-то с 18 сантиметров. Плюс, смотрите, как максимально можно приблизиться на ультры и размытие резкое происходит. И насколько на Прошках не максимально близко можно приблизиться, ограничения только вот есть. Скорее всего, с оптикой связано, чтобы удешевить. На X100 Ultra 30-кратный зум на макро есть. На X100 Pro X200 Pro на 20-кратный зум. И двукратное приближение от оптического на X100 Pro. Но не забываем, что в режиме супер макро у нас 20-30% входит на стабилизацию. Поэтому те же самые 7.3х или 3.7х это уже будет за 4 приваливать. То есть это уже будет цифра. Нужно это не забывать. Ну что еще? Появился портретный режим, в котором можно уже 135 мм делать портреты. Помимо 100 мм. И мы не особо что-то потеряем, если кропнем. Получается 135 мм уже будет рабочая портретная съемка. Это уже хорошо, на самом деле. Шатерлак в портретном режиме стал лучше, но нужно все проверять. Особенно мне смущает иногда, когда вечером или ночью на 85 мм на ультре делаешь фотку. И с артерлак бешеный, и большая выдержка. Наблюдаются некоторые сложности в 35 мм 1.5х. Но я бы вообще не рекомендовал делать ни 28 мм, ни 35 мм. По тестам на ультре, которые я делал. Все-таки 23 мм чистая оптика, лучше на нее и делать. Также двукратный зум. Опять же смотрим разные цветопередачи, поэтому некорректно немножко сравнение. Двукратный зум будет похуже именно на X200 Pro. Все-таки дюймовый сенсор, это дюймовый сенсор. Но ночью в 2х я бы тоже не советовал использовать. 7,4х почему-то не завезли, только 10х. 7,4х это типа биннинга. И на самом деле по тестам чуть-чуть фотки лучше, чем на 10х. Даже на видео это видно. Из других особенностей ультразвуковой датчик появился на прошке. Завезли с ультры. Но особо каких-то других улучшений нет. Батарейка 6000 часов и экран плоский. Хотя допустим я разницы в использовании между плоским и водопадом не замечаю. Но конечно дешевле в ремонте будет именно плоский. Поэтому такие вот особенности. Также ждем Origin 5 на ультру. На которой будет динамический остров, как уже есть на прошке 200. Дюксотый.